Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас насыщенный день и мы с утра занимаемся виноделием. Начать любую работу надо покушать сначала. А перед тем, как покушать, надо выпить своего домашнего вина, который этими руками сделан. Поэтому сейчас я пить много не буду. С утра же не надо. Я просто вам покажу, что это вино из белого винограда или зеленого винограда, который сейчас я пойду резать и буду из него делать вино. А вино очень вкусное, ароматное. Набрал платочек в рот и прям по борту такое аромат разносится. Очень вкусное, только кисло-сладкое. Это же домашнее вино, ребята! И яблоки будем сегодня сидр делать. Так что, кому интересно, следите за нашими видео, потому что и на другом канале у нас тоже. Сейчас начинается винодельческий сезон, и поэтому будет на обоих каналах рассказывать о том, как мы делаем вино. Ну и сейчас покушали, выпили с его, и пойдем резать, или срезать, нарезать, как кому угодно будет виноград для приготовления вот такого вкусного винограда. Пошли. Новый секатор будем использовать. А вот этот вкус винограда. Вот он, видите, гроздочки небольшие, вот он, и легко срезаются, вот они. И, что я... Видите, вон такой виноград зеленый, а на солнце немножко коричневатый становится такой, прожигается соломенного цвета. Вот. У нас такого винограда один куст, поэтому много вина из этого винограда мы не делаем. Ну, то, что есть, надо делать, использовать, и употреблять. Сейчас буду нарезать вот этот виноград. Ну, а потом, кому интересно, значит, оставайтесь, смотрите дальше наше видео, увидите, как я, именно, дальнейший наш процесс. А пока я нарезаю виноград, белый виноград, или зеленый виноград. Вот эти вот. Это вот виноград я собрал с одного куста. Ну, больше у нас нет. Вот это сколько получится, сколько и получится. Ну, как я говорю, что виноград, вот видите, зеленого цвета, и вот гроздочка, где на солнце, она такая, видите, немножко покрывается желтизной, а с этой стороны зеленая. Так же самое, даже где-то, даже и грозди, вот видите, отличают. Вот эта вот гроздочка, видите, она на солнце висела, и солнышко ее прожило, он такой оттенок у нее, видите, коричневатый. А другие вот, где, видите, вот это, допустим, она висела в тени, под листиками, с другой стороны, не солнечная, она такая вот зеленковатая. Но это, ни о чем не говорит, если взять вот эту ягоду, и вот эту ягоду взять, вот они отличаются. А по вкусу, что это сладкое, ну, зеленое, чуть-чуть-чуть кислее. Так что, начинаем перерабатывать. Виноград, этот виноград, он хоть и не очень крупный, и гроздень, не очень крупный, и сами ягодки, но они очень сочные, поэтому их легко раздавливать. У меня ни пресса нет, никакого приспособления, просто беру, раздавливаю руками его. И, кому интересно, смотрите, как я делал в прошлом году вино. В этом году буду немножко делать по-другому из этого винограда. Вот я весь раздавил виноградик, все, старался как можно лучше раздавить все ягодки. Я теперь, что, беру вот так вот, отжимаю. Вот. Вот сюда. Сюда складываю. Вот так вот. Отжал я, и вот через это ситечко еще процедил. И вот сколько он, видите, получилось у меня. Вот она. Дело в том, что, я говорю, вот здесь вот еще, видите, вот этот, здесь много осталось, и дрожжей, и сахара осталось. Поэтому сюда я сейчас, буквально, сейчас посмотрим, сколько, может, кружку, может, я взял воду прямо с крана. Вы можете брать воду дистиллированную, с родников, покупать в магазине. Это ваше, как говорится, ваше дело. И смотрю, сейчас сюда, залью, посмотрим, сколько тут у меня получилось. Ну, вот она, видите, покрылась, одной литрой получилось достаточно. Значит, сейчас я что сделаю? Вот это хорошо пережмакаю вот так вот, чтобы отсюда выделило еще дрожжи отделить. Вот, сахарок тут остался. И буду окончательно отжимать. Сегодня я делаю не так, как тебе бродило вино, вернее, мезга бродила с вот этим вот всем. И, может быть, цвет от этого, ну, вы видели вначале, какой цвет получается. Поэтому я хочу сегодня сделать по-другому, чтобы брожение было, первого брожения не было, как такового, с вот этим вот всем. А будет бродить чистый, чистый. Сейчас я это все отжимаю вот сюда. Добавлю еще немножко сахара, потому что я добавил воды, значит, я добавлю сахара. Вот, вон, стаканчик стоит, у меня 250. грамм. Добавлю. Второй раз я отдавил, или уже третий получается. В общем, вы знаете, что на вот эту вот, сколько тут получилось, вот она, видите, я добавил одну кружку, ну, почти полную, одну литру воды и добавляю вот 250 грамм сахара. Ну, почему я сейчас вот сюда это все сделаю, потому что первое время активное брожение идет, и чтобы пенка не выскакала, но потом через пару дней вы же следите за нашими людьми, чтобы потом не переспрашивали, что, а как, что ты сделал, там все, то, где ты делаешь, непонятно. Вот я сахара 250 грамм сюда высыпал, тут, значит, сок находится, и одна литра воды, всего одна литра, потому что жалко мне было же мы их такой выбрасывать, если бы хороший пресс был бы, конечно, я бы, вот, и там сейчас он на донышке, а там ничего нету, все, чистый, чистый получился сок с одним литром воды и с 250 грамм сок. Сейчас я что сделаю, вот этот сахарочек вот так вот размешаю, разболтаю, чтобы он растворился, вот, думаю, не выскочит высоты, тут хватит, вот так вот, о, сейчас, даже можем, вот так, а ну-ка, попробовать надо, а то мне говорят, пальцами туда лезет, пососет, а потом туда опять лезет, туда пальцами, да что же для себя делает, ну ладно, чтобы вам не стыдно было за меня. изумительный сок, в общем, ребята, сейчас я вторую помою, и это все отношу в веранду, пускай там оно начинает бродить, там же я отнес, сегодня делал же сидр, там тоже уже сидр стоит, вот, ну кому интересно, значит, подписывайтесь на канал, и смотрите, что уже вон пупенка стоит, видите, сейчас уже начинается это брожение, покажу, как через несколько дней, ну а потом вот это перелью уже тогда в более меньшую посуду, потому что, ну, в общем, ребята, еще буду сейчас делать вино, ух, какое вино, ладно, благодарю всех за внимание, с черного винограда, до свидания.